Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я гуляю по Большой Сухаревской площади. Это одна из центральных площадей Москвы. Часть Садового кольца расположена между проспектом Мира с рейтингой Садовой Спасской улицами. Часть получила свое название благодаря находившейся здесь на ее территории Сухаревской башне, которая в 1934 году была разобрана по приказу Сталина, несмотря на многочисленные протесты историков. Уничтожение башни должно было расширить место для автомобильного и уличного движения. Башня была возведена в XVII веке, и в ней обитал, по слухам, колдун, чернокнижник, занимающийся алхимией и черной магией. Этим чернокнижником был государственный деятель и ученый Яков Брюс, по народной леденде превращавший для Петра I свинец в золото. Основой для мрачных слухов послужили его занятия астрономией на верхнем этаже башни. Репутация звездочета человека, открывающего темный полог неба, чтобы узнать тайны мироздания, стала распространяться далеко за пределами Москвы. Среди обывателей появилась легенда, будто у Брюса есть книга, открывающая ему все тайны, и что с ее помощью он может узнать, что происходит на другом конце земли и что где спрятано. Но книга это никому в руки не дается и находится в таинственной комнате, куда никто не решается войти. Вот на этом месте, где вы видите этот камень, стояла башня. Укреплению слуху способствовали странные вещи, найденные при описи кабинета, когда Брюс кончался. Зеркало кругловатое, небольшое, в котором кражет большое лицо. Раковин разных, больших и малых, 99. Туфли китайские, оплетенные из травы. Гриб каменный, тыква индейская, крость мамонтовой головы. Янтаря, в которой есть мушки. Ну и так далее. Такой набор, по представлениям народа, может принадлежать только черному колдуну. Говорят, что признан Брюса можно до сих пор встретить по ночам на месте разрушенной Сухаревской башни. Колдун нашептывает себе в бороду заклинание и ищет свою черную книгу. А вообще, в 17 веке здесь была стрелецкая слобода. В которой стоял полк Сухарева, охранявший ворота земляного города. И на площади, примыкающей к ней переулком, был знаменитый Сухаревский рынок. В московском просторечии рынок и площади называли Сухаревка. С 1929 года по 1994 год это большая колхозная площадь. Здесь также была бывшая малая колхозная, ныне малая Сухаревская площадь. И по возвращении исторического названия, поначалу обе колхозные площади были объединены под одним названием Сухаревская. И потом все эти площади разделили. Сейчас есть Большая Сухаревская и Малая. В центре площади советской времена, на месте нынешнего сквера, планировалось построить гигантский универмаг. При этом Сретенка оказалась бы на эстакаде, но планы эти не были осуществлены. Большая Сухаревская площадь расположена на Садовом кольце между Малой Сухаревской и Садовой Спасской улицей. Начинается она от пересечения Садового кольца со Сретенка и проспектом Мира. И проходит на восток, направо от нее отходит Панкратевский переулок, затем Ананевский переулок. И заканчивается на пересечении Садового кольца с Большой Спасской улицей. Станция метро здесь Сухаревская. Вот такое замечательное место есть в центре Москвы с историей, с интересными всякими тайнами, с тайными событиями. И сколько раз я здесь ездила мимо и на троллейбусе, и на метро, и как-то вот никогда не думала, что здесь такая интересная история происходила. И про башню я не знала. Ну вот теперь, видите, я все узнала и поделилась с вами этой информацией. Ну, думаю, москвичи и так все это знали. Но, тем не менее, история интересная, и про колдуна интересна. И, в принципе, конечно, Москва полна различными тайнами, различными историческими событиями. Кстати, вот на противоположной стороне Садового кольца такое здание большое. Это институт Слифосовского. Вот. Ну и вот такой теперь здесь сквер. Очень жаль, что эту башню разрушили. Очень жаль. Очень. У меня есть видео, я о ней рассказывала там вот совсем недавно, вчера. И там есть фотографии этой башни, вставлены в видео. Можете посмотреть. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Я желаю всем всего доброго. Спасибо всем за просмотр моих видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я рада новым подписчикам, новым зрителям. Всем желаю всего самого доброго. Пока-пока. До встречи на моем канале. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...